Я не перекуп, я сам занимаюсь этими машинами. Попался перекуп старовер из Вильницы, на закате своих лет занимается пригоном автомобилей. Пошло все не так, как хотелось. Мне перед продавцом было неудобно. Общий пробег 92, а коробка пробежала 110. Вау, машин обработан, мама, и клянусь, надо брать. Не понимаю, от чего я охуяюсь, у меня глаза большие. Замазать каким-то гуталином, пушечным салом, ловилем или еще какой-то херни. Стараемся максимально сохранить человека, скажем так. Здесь вот для хейтеров я уже вижу, как они занеслись над клавиатурой и будут фигачить. Цифры в 32, за битый Туарег мы перескочили уже на 47. Да, и я рубанул тысячу долларов. Человек доволен, я доволен. Доволен человек, доволен я. Друзья, всем привет. Есть идея записать новый формат автоподбора. Все то же самое, но более детальное. Заказчик нам подсказал эту тему, потому что он на самом деле не понимал того, как это все происходит, за что он платит денег, чем мы вообще здесь занимаемся, кроме того, чтобы прибежали, потом попикали про автомобиль, рассказали и поделились своим многолетним опытом. Понимаете, у вас же ваш властник, он показывает в основном смотре, он же не показывает работу всей команды. То есть мы, как зрители, видим машину, когда уже осматривают. Багато людей, понимаете, вот, когда они просто чуют цифру, вот я, ну, декольку говорил, они говорят, нифига, не так дорого. Ну, то я говорю, это же не просто они смотрят. То есть я подзвонил, сказал, что я хочу и забыл. Все, я больше ни до чего не касаюсь. И тут там через неделю, через две, через три, мне пригоняют машину готовую полностью по тем показателям, что я хотел. И если я замовлял там, чтобы она была не бита, то она 100% будет не бита. Вот я, когда сейчас занимаюсь нею сам, я понимаю, сколько это надо усиленность времени, знаний и то же самое денег. Потому что, если я сам буду проверять эту машину, платить надо из-за тех, из-за тех, из-за эксперта. И воно, в принципе, получается, может выйти одни на пять сами гроши. Кстати, можете написать в комментариях, как назвать эту рубрику. Есть там пару рабочих названий, типа дневник автоподбора или же там, неважно, как хотите, напишите в комментах, как назвать эту рубрику, если она зайдет. Здесь мы будем разбирать именно тот момент, который остается всегда за кадром и который, по мнению заказчика, как мы сделали в Инстаграм запрос, оказалось не только у одного, а у огромного количества людей есть вопрос непонимания, почему именно так. Это не самый лучший пример, хотя пример такой интересный. Сегодня у нас будет два сразу участника. Это парень, который вел эту сделку, зовут его Сергей. И парень, который был техническим специалистом, зовут его тоже Сергей. Итак, начнем мы, наверное, пожалуй, с деталей, которые были изначально. Сергей, какой был в принципе изначально запрос, о каком автомобиле шла речь и что потом пошло не так, но обо всем по порядку, с чего стартанули? Стартанули запросы на очень редкий автомобиль, это Jeep Grand Cherokee, которых на тот момент продажи было 3 по всей Украине, в топовой комплектации с, скажем, небольшим пробегом. Ну, на тот момент это был 150 тысяч, если не ошибаюсь, по данному автомобилю. Алло, добрый день, компания Dynastom. Меня зовут Сергей, от вас поступил заказ Занка. Скажите, какой автомобиль вы рассматриваете в покупке? Jeep Grand Cherokee в комплектации либо Overland, либо же Trailhawk дизельный. Желательно не штатовский, желательно европейский. На опыте... Cherokee 150, это что-то и это не дохера, они все там идут 20-30. В основном их тянут с Америки. Это европейская машина была. Это нормальный пробег, как бы по состоянию, ну, внешне очень красивая фотография, по, опять же, по фотографиям машина, по описанию, и предварительно, ну, где-то была чуйка, что может эта машина все-таки не быть такой хорошей, как ее преподносят. Человек уже имел дело с кроссоверами, он ездит на Kia Sportage, но, опять же, Kia Sportage, это больше такой, по бровкам, наверное, съехать-заехать, скажем так, кроссовер, и хотелось почувствовать, что такое порыть песок, может какую-то преграду преодолеть. Ну, и джип, как бы, своей историей внушает в плане каких-то технических возможностей, по крайней мере, ну, с этим подходил человек. Выбор заказчика, он больше был эмоциональный, то есть он, вот, машину, скажем так, выбирал образом целым, то, как она будет восприниматься, наверное, окружающими, статус, ощущение себя, да, в социуме, то есть, как ты себя чувствуешь, и это решает, на самом деле. Человек понял, что ему, например, если не эта машина, то была альтернатива предложена Audi Q7, но мы понимали, что в этом бюджете, скорее всего, Q7 будет... Какой бюджет? Ну, если мы покупали джип, то это был... Изначально был бюджет... 35? 5, да. Да. Но... А год выпуска? 16-15, и если помоложе, то будет классно. Ну, такая была пожеломка. И Q7, 16-го года, на 35? Конечно же нет. А, простите, херню подумал. Поэтому мы сразу предупредили, что такая машина будет стоить, ну, минимально плюс 10, а то и 15 тысяч, вот, и как альтернатива была задана такая вот направление, это Volkswagen Touareg. По факту, одна и та же машина, одна и та же база, одни и те же комплектующие. А в какой момент был задан? То есть, почему сначала был грань широкий, а потом вдруг появился... Откуда взялся Touareg? После осмотра. О, самое интересное. Ну, договорились мы выезжать на осмотр на следующий день утром. Заяблили, да? В Житомир. Залетела ко мне заявка где-то в 10, да? Утром залетела заявка, я там сказал, что занят буду. Тут у меня очередной продавец не захотел показывать машину. Я был свободен, набрал заказчика. Он, как пионер, всегда готов, прилетел в аэропорт, я его забрал с аэропорта и полетели на Житомир. Там был... В аэропорту, офигеть, дешевую парковку нашли в аэропорту. Ладно, молчу. Ну, так получилось, что он не мозг. как минимум, машина под присмотром. Ну, ладно, опускаем этот момент, хотя непонятно, почему, в аэропорту. Проезжаем мы в Житомир, встречаемся на заправке ВОК с продавцом. Идем дальше. Здесь все хорошо по заднему крылу. Здесь мусор на крыле. Как бы следов покраски я не вижу. Меня смущает, видишь, мусор покраски. Может быть, даже Америкосы так и красят. Ну, вернее, эти, блин. Ага, я вижу, да. Вот, и на крыше тоже такая ерунда. В последние годы действительно есть тенденция того, что, ну, не только в последние годы, и раньше было на ренджах. В общем, в последние годы это Ниссаны, Мерседесы, это БМВ. Везде есть мусор под покраской, особенно подкапотное пространство, особенно дверные проемы. А если еще алюминиевый кузов, то там просто немерено этих штук. У нас даже где-то есть видео, я думаю, что мы найдем сейчас, прицепим. Но это действительно так бывает. Под самим окрасом есть мусор. Почему так? Ну, вот как-то так. Как-то не сейчас, не следят за качеством. То есть, мы точно видим, что это окрашено на заводе, мы точно понимаем. У нас даже, как, кстати, была история. Мы выбрали парню Land Rover и месяц спустя он к нам с претензиями приехал куда-то на СТО, ему говорят, ой, дружи, у тебя тут все крашено, у тебя тут мусора в проемах немерено и там чуть ли до суда дело не доходит. Парень обратился к официалам и ему говорит, слушай, дружи, это для Land Rover нормально. Парень потом нам написал большую петицию в отзывах на Google, но конфликт был сразу же исчерпан. Поэтому ответ на вопрос, нормально ли это, ну, это ненормально, но так сейчас есть. Как ни странно, ну, вот такой вот ответ. Здесь по накладкам все хорошо. По карте есть такая вот сарапина отлично. По коже тоже вот здесь такая сарапина. Здесь тоже пятна какие-то есть. Ремень работает по потолку. Здесь все хорошо, люк открывается нормально. так вот здесь. Не вижу следов, что разбирали потолок. По монитору все хорошо. Здесь тоже все идеально. Здесь тоже все цело. карты на месте. Завики не крепились. Да, машинка красивенькая, да, машинка намытая, блестит, горит, то есть силикон капает везде, блин, как обычно продавцы любят натирать машины. Но это все мелочи. В принципе, машина неплохая. Она целая вся была. Стекла все родные. заказчик горит, да, хочу, давай на подъемник. Заезжаем мы на подъемник. Ну и там пошло все не так, как заказчику хотелось. Заказчик вообще особо и не хотел, ну как бы, не то, что не хотел. Ему не особо было интересно поднимать эту машину, потому что на поверху ему все отлично, все хорошо. То есть типа берем не глядя? Да, типа такого, ага нет. Давайте, наверное, на подъемник, потому что сначала начал продавец морозиться, типа где мы сейчас посмотрим, а что мы здесь посмотрим, как мы с этим умеем. То есть как бы надо записываться, ну как бы поехали записываться. А заказчик спрашивает, что надо, ну вообще я говорю надо. То есть по верху она классная, вопросов к ней нету. По низу поехали. Приезжаем, поднимаем и вдвоем охота. Он не понимает, что от чего я охота. У меня глаза большие. И показываю на коррозию задней части кузова. Кстати, после вот этого момента мы у нас в системе делаем исправление. Для того, чтобы было понятно, здесь нужно сказать, что речь идет о том, что у нас нет видео с низу автомобиля, потому что Сергей и заказчик был рядом. Потом мы это изменили. Как мы изменили? Сейчас расскажу. Так вот, после этой темы мы сделали сразу же тему такое, что практически у всех есть парни нагрудные камеры для того, чтобы потом уже было подтверждение. Потому что заказчик обычно вот такие горячие глаза да пофиг, я там обработаю еще что-то сделаю, но когда это смотришь время спустя, допустим, не зря говорят утро-вечером мудренее, вот когда смотришь это на следующий день, когда, блин, эта ржавчина сыпется на... Ладно, я чуть-чуть отошел и... Заказчик спрашивает, это критично? Я говорю, ну, не критично, но факт есть, что надо обрабатывать. Цена вопроса. Я говорю, цена вопроса разная. Цена вопроса может быть 200 долларов, цена вопроса полторы тысячи или тысяча долларов. Ребята, между разницей 200 и 1000 долларов, я объясню, в чем разница. Одно дело замазать каким-то гуталином, пушечным салом, мавилем или еще какой-то херни, а другое дело поснимать все подрамники, обработать кислотным грунтом, прописка струй и зафигачить все это дело сикой. Но когда вот есть такой большой комплекс разборки, особенно где передний и задний подрамник, оно все снимается и обрабатывается, и все это делается для того, чтобы продлить жизнь автомобилю, вот это вот стоит дороже, чем просто заехать на СТО и как перекупы делают, просто даже не замазывают, прям по ржавчине сверху красят, типа, вау, машина обработан, мама, и клянусь, надо брать. И вот в этом разница между тем, как чтобы просто закрасить ржавчину и между тем, как действительно подойти ко всему, обработать и то, что под, допустим, подрамником, а подрамник есть практически у каждого двигателя, когда его отсоединяем, и вот там вот уже пошел слой такой коррозии. Когда сняли защиту, мы трошки прозрели. Заказчик опять не понял, в чем прикол, почему? У меня такие глаза и говорю, тут пиздец. Передний сальник коленвала течет, задний сальник коленвала подпотевает, но уже вот, вот там уже сопли висят по нему, капли есть, защита вся мокрая, то есть какая-то тряпка там лежала, не обратил внимания, но что-то там такое, блин, типа впитывающийся, он мне спрашивает, сколько денег? Самая дорогая машина была в районе. это самая дорогая машина была. То есть мы имеем максимальный ценник по автомобилю, мы имеем, что внизу от машин уже ничего нету, мы имеем полотенце на защите двигателя, имеем сущий мотор. Он говорит, Сережа, и что это вокруг мне станет? Я говорю, ну смотрите, говорю, кругом бегом с двигателем, да, там еще по трубок турбины, то есть там ссался, то есть снять его не могли, потому что руки боком стояли, и заказчик уже понял, да давай, наверное, не будем ее уже и брать, потому что цена завернула, я ему сказал, кругом бегом, где-то в районе трех-четырех тысяч, ему станет перепаковка двигателя, всех этих сальников, там, с хвостовика тоже засыкался редуктор и обработка кузова полностью, и плюс то, что он при продаже, не продастся ее за эту машину, это минус еще пять. В двух словах, что говорит Сергей, то есть, если вдруг, по каким-то причинам, заказчику этот автомобиль через месяц не понадобится, он за сколько? 35 плюс. 35 700 за 35 отдавал. Даже 33 даже возьмем, он не продаст этот автомобиль с учетом того, что еще трешечку надо засунуть. Как вы поняли, что среди всей безликой массы автомобилей нужно ехать смотреть именно вот этот? Ну, мы проверяем по всем базам изначально автомобиль, то есть, подтвердился его европейский пробег по сервисным центрам, все отметки совпадали по его обслуживанию, также по нашим базам машина была чистая, и в целом все совпадало, то, что машину следовало ехать смотреть, говорил тот факт из трех, это была одна единственная с чистой историей, с продавцом, который готов был полностью ее предоставить на полный осмотр, потому как, опять же, не каждый на это готов. Ну, и, собственно, мы поехали. Короче, когда осматриваем кучу автомобилей, потому что по факту осталось три автомобиля, откуда они взялись, была офигенно здоровая куча машин, которая была к осмотру, и вот большинство этих автомобилей наши парни забраковали по разным причинам, то есть, есть подозрение на скучный пробег, потому что если европейская машина, очень большая доля вероятности, проверить ее пробег, если особенно машина после 13-го года, с огромной долей вероятности можно достать вот эту историю, плюс страховые. Короче, когда есть информация с разных источников, можно понять, человек пизд... А можно ругаться, у нас же дети все равно нас смотрят, никуда от этого не... Я понял. После этого у нас есть понимание того, какие машины нужно осматривать, какие нет. И точно так же детально осмотрим, если это американские автомобили, то вытягиваем, смотрим, какая у них была история, причем не последняя, как он был продан на аукционе, а вытягивается вся история, чтобы мы видели приблизительно весь путь автомобиля и проанализировали, вообще нужно его рассматривать или нет. Ну, почему у нас в последнее время трешняка практически нету? Потому что мы этот трешняк нафиг весь отсеваем на формате еще «Алё, здравствуйте, дайте нам Вин-код». Очень часто идет подменный Вин-код и когда смотришь по Вин-коду «Вау, машина! Мечта такая классная!» По факту, когда приезжает наш технический специалист, смотрит на Вин-код, который у него в карточке, смотрит Вин-код на машине «Ах ты, Шри, диска, шо ж ты, козел наделал». Подменный Вин-код очень может большую с вами злую шутку сыграть, как однажды с нами. Вот где-то тут я оставлю ссылочку на то видео, которое было для нас. Ну, оно было не трагичным, мы удар выдержали, но тем не менее такой переломный момент в компании «Один авто» тогда наступил очень здоровый, когда мы очень много поменяли в нашей работе. Это простая ошибка, на которую попадаются очень многие. Плюс, каждый автомобиль мы видим по… Мы же делаем спектральный анализ, правильное, наверное, слово будет. Сергей, что такое вот… Расскажите, что такое наша таблица, чтобы это звучало не с моих уст, а с человеком, который видит это каждый день и много и… Да. Есть поисковый запрос, по этому поисковому запросу, по критериям формируется таблица. И на этом этапе происходит просеивание. Для чего нужна таблица? Для того, чтобы четко было понимание, что мы ищем, чтобы, если, опять же, мы отходим, отклоняемся, сразу идут корректировки по таблице, мы видим все обновления, мы проверяем по тем машинам, которые мы уже ранее смотрели, дабы они не попадали туда повторно, потому что бывает так происходит, что люди продают одни и те же машины под разными номерами, телефонными, и это все упрощает наш процесс. То есть в таблице это как фильтр уже с отсеянными, проверенными продавцами, машинами и по ним мы работаем. Короче, в двух словах, когда в таблице там штук 30 машин, для человека это обычная железная коробка с четырьмя колесами. Никто не обращает внимание на комплектацию, на то, сколько ключей, есть ли важные моменты типа фаркоп, там цвет салона, вентиляция, блин, да не важно, что, панорама, еще какая-то хрень, есть ли баста или нет. Так вот, когда много машин не замечается. А вот таблица, она нужна для того, чтобы механически там все прописать и потом уже смотреть. Не на офигенную картинку, которая там напидорина подготовлена так, что ах, машина дзыга, как перекупы фигачат по 374 фотографии и все просто об одном и том же, ничего конкретного, ни одного фотографии сидения, порванных мест или что-то еще. Зато 14 фотографий, ах, посмотрите, какое зеркало или что-то еще. Так, да, это про таблицу. И мы стартанули с поиска по нашему центральному региону. Было найдено три машины на одной точке, это автосалон на Печерске. С него мы начали наши осмотры и далее по маршруту уже была Винница. Приезжаем мы на Печерск. Машинка целая, вопросов нет. По радиаторам. По-хорошему их надо снять и помыть, потому что они забиты, грязные, но не посеченные. Фары целые. Здесь не вижу следов, чтобы его снимали. Так, здесь тоже все норм. Не вижу, чтобы она откручивалась. дверь эта красилась на левое. Вот этот патрубок надо под замену. Сказали, поменяют. Всегда вот то, что не договаривают продавцы, хотя я конкретно спрашивал, есть ли царапины по салону или по кузову, которые не полируются и видимые, ну вот как-то проглотилась. Проглотилась. Пластик в багажнике. Да, вот он поцарапанный, подертый, так нормально подертый. Прекрасно. И лобовое стекло меняли. Лобовое стекло 21-го года. Не работал датчик дождя. Лобовое стекло то такое дело не работал датчик дождя. Можно починить? Можно. Ну там DeStronic, там Panorama, то есть там адаптивный круиз-контроль, удержание полос, то есть как бы 20-е колеса, то есть он такой. Говорит, Сережа, блин, ну говорит, а вот еще один стоит, говорит, вот то, что мы смотрели, вот он белый. Но белый я не хочу. Я говорю, ну давайте белый посмотрим. Стоп, белый не хочу, но давайте смотреть. Это зачем? Да, статистики или? Нет, ну вот у человека тут противоречие. Интересный, но белый не хочет, но машинка интересна. Но я когда этому парню с салона попросил, говорю, вот этот можно посмотреть, он пока сходил за ключиками и вернулся обратно, он уже перехотел смотреть, заглянул в окно и сказал, ну форт в окно машины и сказал, да нет, тут все что-то, как-то все просто. Мне перед продавцом было неудобно, потому что он раз ходил за ключом, пришел, дал ключи, я сказал, не надо. И говорить еще одну машину принести ключи и то есть как бы как-то неудобно. в момент, когда продавец ходил за ключами, машина была уже завернута. По каким причинам? Крашено было заднее крыло, бампер стоял передний не в зазоре, задний тоже, радиатор побитый в какашку, то есть сотый посыпанный. начинал шестнадцатый год, пустая, и вот поэтому сразу. С пробегами я что-то как-то пазл слегка не сходится. А пробеги там интересные, я не знаю в чем прикол, по коробке, коробка наезжала на десять-двадцать тысяч больше, чем сама машина. Общий пробег сколько? Общий пробег девяносто две, а коробка пробежала сто десять, сто восемь. Ну, это большой разлет, потому что обычно разлет там в районе трех процентов. Ну, мне кажется, что тут цена еще играет до ста тысяч. Ну, да, есть понимание, до ста, после ста. три машины завернули на Печерский и дальше поехали домой. Я отвез человека домой, чтобы он переварил, а Сереже сказал, ищем дальше. Ищем по сети, ищем по всем возможным вариантам. Дальше стал момент по видеться в выезду. Это был у нас второй, точнее, по Туарегам и третий, в общем, осмотр по машине. Встречаемся мы опять с заказчиком на старом терминале. в аэропорту. А почему парту конечно в аэропорту? 40 гривен в час. Ах, да. И нормально все равно мыши плакали, кололись, но не переставали жрать кактус. один раз случайно заехал, это когда мы в Житомир летели, заказчик как бы залетел на новый терминал и там 40 гривен в час накапало трошки. Но на следующий день, когда мы в Киеве уже смотрели машину, я его попросил, чтобы мы поставили под камерами на старый терминал Жуляна. И в этот раз, когда мы ехали в Венецию, мы встречались на старом терминале в Жулянах и полетели в Венецию. Там бесплатно, там под камерами, там бесплатно. Лайфхак, где оставлять машины в аэропорту, когда летишь куда-то, оставил машину на старом терминале под камерами, протрусил булочками 300 метров, сел в новый терминал и бесплатно, а в противном случае 40 гривен в час. Ну, кайф пространить с Борисполем это слезы. Да, но там особо на ночь оставлять небезопасно. Ага, все так хорошо началось. Камеры до сраки, господа. Совершенно верно. Ну, полетели ему в Венецию, дедушка продавал машину, ему лет 50 или под 60. Приезжаем туда в Венецию и нам не понравилось, а шума нам не понравилась. А дедушка был собственником или перекупом? Как же он сказал, я не перекуп, я сам занимаюсь этими машинами. Да хрена она стоит. 47 или 40 вот. Это так, да. То есть с цифры в 32 за битый Туарег мы перескочили уже на 47. Да. Я же говорю, у человека не было проблем в деньгах. Ему хотелось целую хорошую машину по максимальной комплектации. Да, и тут попался перекуп старовер из Вильницы, который чисто для себя, для души на закате своих лет занимается пригоном автомобилей. полетел туда, поехал обратно, отстоял трое суток в очереди с дальнобойщиками, потому что Нерверштойр вернуть надо, и все как мы любим. Ну да, хорошо, допустим. приехали мы туда, в Виннесу, встретились под забором каким-то. Звоню продавцу, вы где? А он говорит, а вы где? Я говорю, я по адресу приехал. Не, вы не там. Я говорю, а где там? Он называет мне тот же адрес, который он скидывал до того, как. Я говорю, я стою возле него. Я говорю, то есть, где вас искать? Я говорю, короче, я выезжаю на заправку Шелла, там недалеко Шелл, и вы нас оттуда забираете. Да, хорошо. Я выезжаю на Шелл, он нас забирает, и везет еще километров 5 в сторону, блин. Говорит, вот здесь я вас ждал. Это не только по регионам. Вот любители Щапаевки дорогих машин, они все, мы живем в Кончазавской, потому что там есть заправка, это первый разворот, который можно в Щапаевке развернуться. И там здоровая площадка, поэтому так. Кончазавской, Ну, короче, начали мы смотреть. Ладно, молчу. Начали машину смотреть. Кожа поцарапанная была, потолок тоже поцарапанный был. 47 тысяч, поцарапанная кожа, поцарапанный потолок. Блин, ну вообще она зашатанная была. Она целая, но она уставшая. Вот видно на нее, смотришь, радиаторы, блин, вообще никакие, блин. Есть вот две мятины, попробую поймать. Ну, вот еще одна мятка есть. Здесь ручка подбита. Царапины. Есть царапины по торпеде. Вот счет потолок грязный. Вот тоже там есть счет сзади. Есть также вот подбитые от ремня безопасности. Здесь дверь разбирали, снимали, оставили следы. Есть вот такой вот пропал на потолке. подзабитые радиаторы с одной стороны и со второй тоже. Машина, которую на Печерске мы смотрели, было 42 тысячи. И она нам не зашла, потому что был поцарапан потолок, была поцарапана обшивка багажника, не работал датчик дождя дождя. все то же самое, но за 47. Да. Ну, только датчик дождя работает. Да. Ну, и в конечном итоге заказчик говорит, нет, Сережа, это что-то вообще. Я рассчитывал на намного получше, понаряднее и говорит, но машина целая. Да. Машина же не битая, не крашеная. Все, как мы любим. Когда не битая, не крашеная, любой перекуп понимает ценность автомобиля того, что он не битый, не крашеный, всегда не битый, не крашеный. А то, что по тому же поцарапанное, все это меняется, ты не понимаешь, заезжаешь на разборку, все нафиг снимается, все залетает, новый, правда, дурных денег стоит, но это же кузов целый у машины. Это я все стебусь над тем, что переоценивают целый автомобиль, который действительно целый, который не битый, не крашеный, там, где вот тему раздувают на фоне того, что нагданных американцев, вклепанных машин, собранных из кусков, вот здесь не битая, не крашеная машина, готов ехать на любую экспертизу, то у нас переоцененная, потому что, ладно. Я Сереже позвонил, все, едем в Киев обратно, говорит, Сережа, есть в Умани, а я ж рулю на дурака, говорю, да, говорю, ну давайте, классное все, говорю, телефон, я звоню, 250 километров не клюгли бешеные шабаки, что она у меня? Я не посмотрел, что он нашел? И тихо-тихо, пришел, нашел, ладно, едете в Умань, и в этот же день, да? В этот же день, с Венециевой стартуете в Умань? Прямо в Умань, да, говорит, Сережа, блядь, вся целая, все это, я звоню, прилетаем в Умань, перекупы, два лба с сыном, ну мы смотрим, ну целая, приезжаем, продавцы, ну видно, что перекупы, ну приличные, да, здрасте, вот, пожалуйста, машинка, вот вам то, что мы делали, вот, третья и десятая, вот, а я ж дупля не отстреливаю, блин, а он такой, мне на ухо Сережа, я говорю, шо, так она пустая вообще, блин, я говорю, да, она не подходит, ну давай уже смотреть, начинаем ее смотреть, ну машина целая, машина ухоженная, то есть вопросов нету, ну там ничего нету, ни панорама, ни крышка багажника, электрическая, там все механическое, то есть как бы, а вот здесь вот надо нырнуть с этой яхты в этот океан безбрежных автомобилей и пояснить, нафига они туда поехали, то есть это вот тема, как раз когда замыленный глаз, когда человек видит дофига автомобилей и не обращает внимания на то, что у машины нету там того, сего, третьего, пятого, десятого, коробка и четыре колеса, это вот именно то, что я говорю, почему мы все это дело каталогизируем и подробно расписываем, да, на это уходит дофига времени, но потом мы не тратим, пусть даже 250, километров поехать в одну сторону, все равно, ни время, ни денег на это не тратится. Вынурнули из океана на яхту, плывем дальше, смотрим, насколько хорошая машина. Машина классная, дежур целая, вопросов нету, ни кривая, ничего, то есть как стоит сколько? 43, по-моему, или 42, 42, 43 тысячи за какой бомб? 17. 17 год, допустим, хорошо, цена хорошая, и она пустая. Спасибо, мы поехали. Попрощались мы с продавцами. На этой веселой ноте поехали домой. на Киев. И через дня два в Чутове. Чёрт Киев. Чёрт Киев. Ой, западная часть нашей необъятной Родины. Да. Бывал, плавали, знаем. Машина вся классная, машина вся в идеале. И заказчик позвонил, и Сергей позвонил, и я его мозг выкручивал. Он говорит, у меня ажиотаж, я говорю, ты не понял, это не ажиотаж, это все мы. Я говорю, а тогда команда тебе звонится. Так, заехали мы в городок этот. Здесь по низу всё хорошо. Бампер есть, сколы. Радиатор, в принципе, не сильно закупил. Здесь всё хорошо. По хрому тоже всё хорошо. Так, интеркулер почистить надо, но не забитый. Так, крылом. С крылом всё нормально. Здесь всё целое, здесь вот сейчас на накладке. Всё хорошо, 130. Девочка на месте по проёму. Всё хорошо. Крыло тоже не снималось, здесь двери тоже не вижу, что сломались. Дырочка. Так, двери тоже не отнимались. Мальчишки. Отлично. Здесь чуть-чуть вот запиленная полка. Какая-то здесь всё хорошо. Здесь уплывненько, я не подбито. По краске я не вижу, что подокрасилось. есть вот щёс чуть ниже. Здесь, в принципе, ничего не снималось. По стекушке, стекушке всё хорошо. По потолку грязь. Хорошо. Паста в середине стекло 16-го года. На потолок немножко всё-таки провисает. Есть вот скол на панели заднего кондиционера. Багажник открывается тихо. Стекло 16-го года. Есть такие вот пару щёсок. Но как бы не критично. Накладка и всё хорошо. А компрессора нету? Да, я давал заседу подкачивать. Я её положу. Так, в принципе, ничего. Смотрим и по низу. Камеру её по-хорошему полернуть или поменять стеклу. Суппорта не болтаются. Получит уже всё в порядке. Так, рулевая рейка. Норм. Всё хорошо. По поддону тоже всё хорошо. Сухо. По низу всё хорошо. По пневме всё хорошо. Жупой всё хорошо. Резина задняя под замену. По полосям всё хорошо. Подъёмники смотрим по всем силовым агрегатам. Двигатель, коробка, привода, редуктор на наличие течи, запотеваний. Так, здесь по двигателю сухо. Редуктор сухой, подвесной целый. Так, здесь движок сухой. По ходовке также полная ревизия саленты, муфты, пыльники. То есть смотрим, что в каком состоянии. Составляем смету, если необходимы какие-то ремонтные работы, либо же какие-то манипуляции по СТО. Отслоение саленблока от корпуса, то есть под замену саленблоки тоже на рычагах желательно поменять к лесне. А по низу все хорошо, а по низу все сухо. Что, и даже цепи не текут? Нет. Запотевание было под рука интеркульвера. А пробег? 78 тысяч. Новая машина. То есть, вот этот белый, который я уже видел, вот это вон, да, финальный? Да, осталось только поговорить по цене. Стояла эта машина 40... 47 точно. 47 с половиной тысяч и я рубанул 45 с половиной. Машина была переоценена на тысячу долларов. Ну и тысячу скинули на ТО, на всякие дела. И в 5 часов вечера мы договорились о конкретной сумме, договорились на следующий день на регистрации. Договорились мы с продавцом на 9 часов утра, что он подъедет к единственному отелю, называется Корона в этом Чердкове. И, чтобы вы понимали, мест не было в этой Короне. Приняли решение заехать на всякий случай в хостел, якобы приличный. Ну, заехали мы в этот хостел, посмотрели, вроде бы, ничего, ну, то есть, как бы, ну и повыкупали два номера. Здесь надо сделать пояснение. У нас по условиям компании мы никогда не останавливаемся в хостеле. что у нас зачастую есть суммы денег, которые не наши. Большая зона ответственности, тем более, спать вот так с рюкзаком в обнимку точно не нужно, и тем более, когда незнакомые потные, вонючие музыки со своей музыки. Мужики, пусть будут, музыки, или музыки, неважно. Короче, мы в хостелах не останавливаемся. Если мы по каким-то причинам останавливаемся в хостеле, мы сразу выкупаем всю комнату, для того, чтобы там никого другого не было. Вот только на таких условиях. Но это у нас прописано в правилах. Выкупили два номера, никого там не было, мы были вдвоем, у него свой номер был, у меня свой. 9 утра, 8 я встал, пол девятого звоню продавцу, говорю, мы не возле короны, мы там в хостеле по такому-то адресу. Говорит, да, хорошо. Я понимаю, что у меня пустой бак, один и второй, мне надо на заправку. Я звоню продавцу, говорю, давайте не в хостеле, давайте вот такой-то адрес, я буду на заправке вас там ждать. Окей, окей. В конечном итоге эта лошадь приехала в пол первого дня, продавец этот. Опоздание на 4 часа, на 3 с половиной, это вот типа не нормально. То есть я ему объяснял, что дружище, нам надо ехать на Киев. Выезд с Черткова этого на хотя бы к Чернополю доехать надо как бы по светлу, потому что дорога плохая. С Тернополя на Киев уже более-менее то есть как бы нормальная дорога. Но вот Черткова там сколько, 60 или 80 километров, она ужасная. И переживал я за то, что блин, Таурех на 20-х колесах, колесах низкопрофильная резина, что может быть счастье. Беда в виде разорванных колес или погнутых дисков, или грыж на колесах. Да. Ну вот, короче, способом мата прилетает этот продавец. Ну я ругался уже батюками. Я говорю, то есть как бы мне уже часто заказчик как бы молчит. Говорит, Сережа, как ты скажешь. Вот, ну ждем, ждем. Я говорю, ждем, говорю, машина хорошая. Ладно, если вы хотите, чтобы мы раньше, раньше встретиться на регистрации, едьте вот туда-то, туда-то, через второй поворот, через заправку, тупо вернете налево или направо, я говорю, уважаемый, говорю, я говорю, я не местный, я говорю, я киевлянин, говорю. То есть как бы в Киеве, если вы мне так рассказали, я бы понял. А в Черткове вашем, говорю, я не это самое. Будьте добры, говорю, приедьте, заберите нас и поехали. Прилетел, забрал, ну, чтобы ты понимал, знаешь, где Мрео, на КП, в город, въезд в Чертков. То есть в поле, КП, поле, Мрео. Человек доволен, я доволен. Доволен человек, доволен я. Продолжение следует... А вот здесь вот очень благоразумно вставить отрывок нашего разговора с парнем, когда я спросил, а вообще, что нужно изменить нашей компании, что нужно дополнить, потому что, ну, вот для меня эта информация важна и нужна. Мы ее собираем и именно на основании пожеланий людей мы смогли выстроить вот такую систему, которая удобна всем. Предлагаю послушать телефонный разговор. Как, в принципе, с вашей точки зрения, что нам нужно улучшить? Ну, машину мы нашли, грубо говоря, за неделю. Просто она у нас из-за расстояния, которое было, стояло в самом низшем приоритете. Я уже писал в плане отзывов. Если говорим про кооперацию с экспертом, то я получил максимально детальную консультацию. Вот даже с учетом того, что мы начинали работать над Гранд Чироки. И мы вот, буквально на следующий день, Сережа пробил этот Гранд Чироки, мы поехали в Житомир его смотреть. И если бы там не было проблем снизу по кузову, мы бы его, наверное, забрали. И там даже, вплоть до того, что Сережа набирал ребят, которые работают за Гранд Чироки, они мне подтвердили некоторые аспекты по двигателю, потому что там двигатель был весь в масле. Они сказали, сколько будет стоить. Ну, короче, насколько я попаду в случае покупки этого автомобиля. В плане оперативности, если была необходима какая-то информация пробить детали по автомобилю, Сережа сразу это все делал. Нам ни секунды, не приходилось особо дополнительно ждать. Вам тут только хвала и почет. И те люди, которые всего боятся как огня и манали в лишнее что-то втягиваться, вы это закрываете. Хочешь СТО, пожалуйста, хочешь переоформление, пожалуйста. То есть мне, как человеку адекватному, понимающему обе стороны и понимающему нюансы, даже если какие-то мелочи были, для меня это все пустяки, потому что на фоне всех остальных степов ничего плохого нет. Вот если взять ситуацию на сейчас, в прошлой неделе я пообедать не выходил, там допустим с 9 утра до 8 часов вечера у меня все, ну стоп, я не могу никуда вылезти. В рамках нашей кооперации я скажу так, какая-то есть пословица, когда ученик, кто учитель всегда найдется, вот так и здесь все прошло гладко и без вопроса. Если коротко подытожить, то здесь надо отойти в сторону. Цель, миссия вообще нашей компании это избавить Украину от автохлама. Я свято верю в то, что это можно в Украине сделать. Раз можно где-то в других странах, то можно и здесь. Друзья, с наступающим на всех Новым годом, потому что это в преддверии все-таки праздников новогодних и вот свидетельством этому новая елочка. Напишите, как зашел формат, не зашел, интересно, не интересно, чтобы дальше щупали, видели, продолжали, нужно делать, не нужно. С вами был Николай, это компания 1 авто. Всем пока, пока. Все, теперь пошли на обед. Блин, что-то я... Так как ты вещаешь, никто больше так не может вещать. А ну, блин, все могут так вещать, и ты можешь так вещать, и все остальное. Слушай, я бэкэмэкаю, как лошадь, блин. Там мне виски надо, виски надо, стакан надо. Не надо никакого виски, мы не пухаем, еще до 100 тысяч, мы не пухаем.